А теперь мы хотели немножко рассказать о главном событии октября. Это шерстеваль онлайн. Какой по счёту? Я посчитала седьмой. Ну, будем считать, что седьмой шерстеваль. Итак, 10 дней интересного, интереснейшего, захватывающего сериала под названием «Шерстеваль». Мы сейчас, прям быстренько, я сейчас открою презентацию, и мы пробежимся. Это, ну там, не знаю, 5-10 минут займёт времени, расскажем, кто будет, кто что готовит. И обычно нас всегда спрашивают, то есть сам шерстеваль – это бесплатное мероприятие, будет много полезной информации. Но мастера, для тех, кто хочет продолжать заниматься войлоком серьёзно, конечно, каждый шерстеваль готовит какие-то видеокурсы. И все хотят знать заранее, что там. Сейчас мы тоже вам расскажем. Ну, прежде чем мы начнём презентацию, мне очень хочется снова и снова обратить внимание на преподавательский состав, и уж тем более его похвалить тех мастеров, которые принимают у нас участие в нашем проекте «Шерстеваль». Уважаемые зрители, за каждого преподавателя, который принимает участие в шерстевале, ну, наверное, мы несем гарантию и ответственность за то, что заявленный результат по видео-мастер-классу вам гарантирован. Каждого преподавателя мы знаем лично. Мы знаем его возможности. Все преподавали в студии, ну, за редким исключением, кто не приезжал в шкатулочку на очные занятия. Но, тем не менее, каждый мастер принимал участие в живых мастер-классах у нас здесь, в студии. И результаты преподавания и готовых изделий мы видели сами. Поэтому я не перестану об этом говорить, что, во-первых, поздравить наших преподавателей с Днём Учителя, пожелать им творческого вдохновения и заявить то, что, снова повторюсь, что мы гарантируем результаты по видеокурсам наших преподавателей. Для меня это сейчас очень важно, потому что люди, которые говорят по поводу того, что войлок некачественный или о том, что у кого-то что-то не получается, ну, я не верю, потому что я имею опыт. Всё у всех получается, все хорошо объясняют. И учиться по видео-мастер-классам можно и даже нужно. Просто надо знать, у кого учиться. Да. Так, надо выбирать мастеров, и у вас такая возможность будет на шерстевале. Ну, во-первых, мы не случайно уже перепоменяли нашу одежду. Вот. На мне эта работа Оксаны Ткаченко и Натальи Кондрашовой. Это называется «Шёлковый мех». А на Оле работа Алены Селезнёвой. Это будет как раз бесплатный мастер-класс по вот такому жилету с фактурой каракуля. Ну, мы сейчас ещё вернёмся. Мы сейчас, я открываю презентацию. Сейчас немножечко потерпите. Да, мы сейчас... Я запущу её на полной экран. Расскажем, что вас ждёт, чтобы вы знали, когда приходить в эфир. Так, Питер, вы видите нашу презентацию? Девушки из Питера. Никто нам не отвечает. Мы всё прекрасно видим. Отлично. Нам надо знать, что мы в эфире, и всё у нас хорошо. Спасибо. Итак, 15 октября мы начинаем. И первая у нас гостья, прекрасная девушка. Алла Малахова. Алла Малахова, да. Да, прежде чем мы перейдём к анонсу, что нам расскажет Алла Малахова, мне хочется напомнить, что завтра, 6 октября, 15.00, Алла Малахова, как участница шерстеваля, проводит здесь свою творческую встречу. И все желающие, которые живут в городе Герои Москве или в ближайшем Подмосковье, могут приехать и познакомиться с этой прекрасной, красивой девушкой и замечательным преподавателем. 15.00. Транслировать же встреча будет. Да, будет трансляция. Штатулочка, да. И вы сможете всё внимательно посмотреть и послушать. Алла расскажет и покажет вам варианты шёлковых тканей на выступлении завтра в студии, какие она использует в своих работах. Ну, а 15.00. В 20.00. Да, в 20.00 будет показывать мастер-класс. Это вот мастер-класс отснят, очень подробный и красивый, по таким шёлковым перьям. 15.00. 15.00 мы всех ждём. И подготовила она для любителей войлока видеокурс вот такому сарафану «Шёлковые окна». Я помню, как как раз на «Новой жизни традиции» прошлой, да, этот взорвал сарафан. Да, он имел очень большой успех. И мне кажется, что у Аллы было очень много заказов. И именно этот сарафан уехал в Великобританию. И вот эти два курса у вас тоже будет возможность заказать. Вы же знаете, что всегда мы уговариваем мастеров сделать самые вкусные цены на шерстеваль. Таких цен не бывает. Вот, поэтому кто ждёт, присматривайтесь. Ну, а бесплатно это будут шёлковые перья. Следующий мастер у нас на следующий вечер. Это Мария Иванова. Мор Маруни. Мор Маруни её. На тему «Тапочки превращаются», превращаются тапочки. И во что же они могут превратиться, об этом подробно Маша расскажет на своём выступлении. Да, но это она не расскажет, это всё будет показывать. Обязательно приходите те, кто боится, да, боится испортить, боится к чему-то, вот начать делать что-то из обуви. Приходите, потому что вот этот мастер-страх у вас снимет точно. Ну, и гигантскую работу Маша проделала, и вот курс, который она представит, это будет… Курс по кроссовкам, кинетическая энергия. И, насколько я помню, там семь моделей обуви. И сейчас опять-таки повторюсь, если вдруг у кого-то есть возможность прийти в студию, у нас в витрине стоят, вот на левом слайде, который вы видите, сиреневые и с бирюзовым, серым кеды, и ещё одна пара кед. Вы можете прям подойти, посмотреть, ну, кроссовки, может быть, кто-то это позиционер кеды, кроссовки, такая casual, я бы назвала эту обувь. И вы можете посмотреть, у нас они стоят в витрине, потрогать. Так что, прежде чем приобрести мастер-класс у москвичей и жителей ближайшего Подмосковья, есть такая возможность попробовать на зуб. Да, ладно, да. Итак, следующий вечер, это 17 тюрьма, четверг, у нас Катерина Коршун из Праги. Ну, это мастер давно с нами, это настолько проверенный мастер в боях. Она всегда нам готовит что-то необыкновенно интересное. Да, и её выступление будет посвящено виброшлифмашинке. Любое валяние, мокрое валяние, конечно, оно связано с виброшлифмашинкой, но есть люди, которые работают с виброшлифмашинкой, а есть люди, которые категорично не работают. И вот Катя выскажет своё мнение по поводу её отношения к виброшлифмашинке. Ну, и курс она подготовила совершенно удивительный. Это будет дуэт для дочки и матери. Необыкновенная фактура, очень красивая и практичная модель. Поэтому те, кто ждёт, у Кати всегда же получаются, да, у учеников пальто прямо вот с иголочки. Да, Катины пальто, мне кажется, у неё уже целая энциклопедия. Энциклопедию можно составить пальто. И вот эта идея, когда можно сделать пальто для дочки и для мамы, мне кажется, это так трогательно, потому что, когда идёт вот такая пара, она вызывает на глазах у зрителей только положительные эмоции, улыбки и столько умиления, что, к сожалению, моя дочь выросла и уже себе такого позволить не могу. Но те, у кого есть маленькие девочки, а может быть, внучки, мне кажется, это ещё больше будет приятно такое сделать. И вот на прошлом шерстевале Катя представляла такую толстовку худи, очень популярный оказался мастер-класс, и в Фейсбуке уже много-много работы, и очень удачных работ. Да, и мне очень понравилось, когда Фаина Писикова выложила несколько курток худи, как она там делала. Да, курток худи, и было очень прям вот радостно, и с чувством гордости мы наблюдали эти куртки и за Фаину как ученицу, и за Катю, за то, как она это всё последовательно объясняет, что... Ну, гордость переполняет, скажу честно. Ну, 18 октября у нас сюрприз. Вот первый раз мы такое делаем. Нам мастер запретил показать и сказать, Ольга Демьяновна у нас выдумщица, ждёт вас прям что-то очень-очень необычное. Обязательно она просила передать, чтобы вы были в прямом эфире, потому что именно в прямом эфире будет что-то, что-то, о чём мы пока не скажем. Будет сюрприз. Да, будет сюрприз. А вот эти два новых мастер-класса она подготовила. Как раз Новый год у нас... Год мыши. Да, поэтому у нас в этот шерстеваль будет не одна тема мышек. Вот, посмотрите, как вы можете удивить и порадовать на Новый год какими подарками. И вот этот, пользующийся спросом, эволюция домашнего валеночка тоже будет представлен на шерстевале. Ну, Оль, это вот как раз тот жилет, в котором Оля сейчас. Я просто не могу переключить камеру, уж мы презентацию доведём до конца, а потом вернёмся в студию. Посмотрите, зато здесь видно, какая фактура. Это каракулевая фактура. Как сделать? И выкройку вы получите. Ну, много-много интересного. Какого числа нас ждёт это? 19 октября в 20.00 мы будем ждать всех любителей вот такой необычной фактуры. И те, кто только подбираются, может быть, к одежде. Здесь будет очень подробный мастер-класс Алены Селезнёвой, которая всегда находит какие-то интересные фактурные решения. Поэтому я думаю, что справятся все, результат достигнут все, и вот такая каракульча у вас получится. Если же вы ещё волнуетесь, то вы можете использовать эти приёмы и создать, например, палантин или какой-то шарфик, платок. Поэтому я думаю, что экспериментов после этого. Это бесплатный мастер-класс. 19 суббота как раз будет. Вот не пропустите. Ну и Алена готовит первый цикл. Это будет большой курс по шаблонам книжкам. И на шерстевале она представит первую часть, куда войдёт юбка и свитер на шаблоне книжки. Вот кто боялся начать работать с такими шаблонами, кто хотел, наоборот, усовершенствовать свои знания. Обратите внимание. Начинаем вот такой цикл видеокурса по шаблонам книжек. Такой технологичный курс будет, но с готовыми решениями, с готовыми приёмами. И на примере это будет юбка и свитер. И свитер, да. Алена Селезенёва, 17-е, 19-е октября. И два видеокурса. Вот там написано 8-е и 9-е июля. Это вот был вебинар, очень успешный. Думаю, что те, кто за нами следит, видели, что весь интернет теперь пестрит вот этими прорезными свитерами, платьями, ну там ещё такими ажурными тоже туниками. Будет по спеццене эта запись видео этого вебинара. И свитер с объёмным лекором тоже очень успешный видеокурс, который мы представляли на прошлом шерстевале. Ну и 20-го октября мы ждём мастера из Санкт-Петербурга, Елену Найдёнову. Елена Найдёнова у нас уже принимала участие. Она у нас опытный преподаватель и опытный участник нашего шерстеваля. В этот раз она для нас приготовила мастер-класс по французской косынке. Да, это будет бесплатный мастер-класс, очень подробный. Французская косынка в технике Крэзи Ву. Просто и очень эффектно получается. Да, очень хочется пригласить всех, кто когда-то раньше, может быть, вязал или вязали ваши родственники, у кого накопилось множество остатков пряжи. Вот как раз в этой технике очень эффектно это использовать. Лена преподавала такой курс какое-то время назад. Довольно, ну, наверное, уже, надеюсь, Лена там нас поддержит в эфире, скажет, сколько лет назад она начала этот курс по Крэзи Технике. И эта техника имела успех. И я до сих пор вижу ее студентов, которые приходят в работах по Лениному мастер-классу. И поэтому мы в этом шерстевале пригласили Лену и попросили ее дать на допродажу вот такой курс по Крэзи. Да, ну, там будет вот такая туника. Кроме того, будет курс по вот такому снуду-капюшону. Это видеозапись вебинара. То есть не по кролику родить, да? Да, но вот кролик там очень участвовал. Не помню, это Степан или кто-то там его родственник. Это мы вам расскажем и покажем. Ну и новый курс, который многие ждут, это перчатки с пухом ангорского кролика. Но там не только будет пух ангорского кролика, там и перчатки двусторонние. И Лена говорит, перчатки как вторая кожа. Действительно, все, кто был на очных мастер-классах, да, Оля, в шкатулочке были, создали такие работы, очень довольны. Да, я даже хочу сказать такую вещь, что слышала такое мнение, что перчатки валять очень невыгодно, потому что они быстро протираются. По факту хочу вас разуверить в этом, потому что перчатки носятся ни один, ни два и даже ни три года. Да, со временем они принимают вашу форму руки, они, может быть, не становятся такими плоскими, а немножко, так как, когда вы ходите, они принимают форму такой полусогнутой руки, но они очень пластичные и действительно превращаются в вашу вторую кожу. Рука в них не потеет, в них очень тепло и уютно. И такие перчатки носятся много лет. Так, пойдем дальше, а то мы уже как-то из графика немножко выбиваемся, я смотрю, нам 10 минут выделили, а мы тут как-то разговаривались, но мы о войлоке с Улей можем говорить бесконечно. Ну и потом это любимые девочки. Итак. Да, и у нас будет 21-го числа дебютант нашего шерстиваля. Мы в этот раз пригласили Камалу Абдекадырову. Она у нас живет в Венгрии, если не живая, да, в Венгрии. И ее выступление будет посвящено традиционным орнаментам и традиционной технологии, шердачной технологии, которые много лет, наверное, даже веков используются в традиционном валянии. И на самом деле я очень приглашаю всех прийти именно на эту встречу и послушать, когда мы разговаривали с Камалой. Она очень интересно об этом рассказывает. И что мне понравилось, то, что нам кажется, мы изобретаем велосипед, все давным-давно было изобретено. И мы уж там и встряхиваем, и притираем, еще что-то. Каждый раз там мы говорим, вот новая технология. Камала говорит, какая новая, там сто лет, двести, а то и больше валяли именно так. И как раз об этом, обо всем она расскажет 21 октября. Да, и мне хочется отметить, что киргизский волок, вообще на него обращает внимание ЮНЕСКО. И киргизские мастера имеют статус мастера ЮНЕСКО. Поэтому очень рекомендую. Об этом Камала подробно расскажет в своем выступлении. Я рекомендую это послушать, потому что вы как бы соприкасаетесь с историей войлока. И познавательно, необыкновенно. По-моему, мы с Леной, когда слушали примерный план выступления Камалы, то мы сами, затаив дыхание, впитывали каждое слово, о котором говорила Камала. Да, Камала сняла, кроме рассказа интересного, она сняла мастер-класс по коврику в национальной технике. Ну и два мастер-класса будет представлено. Один по палантинам и другой вот по такикому жакету с орнамидом. Я хочу обратить внимание, что видео, которое она сняла по коврику, это будет бесплатное видео в день выступления Камала. Да. И снова мыши. Да, и снова мыши. Кто же будет выступать у нас 22 октября с такими мышками? На первый взгляд, наверное, вы даже не догадаетесь. Потому что эта девочка в основном любит валять цветочки. Да, это Наташа Смоленинова, кстати, о цветочках. Сегодня день войлока, и у него есть тема, это сад. И вот как раз цветочки Наташины в тему сада очень вписываются. Ну а мышки – это символ будущего года. Вот такой бесплатный мастер-класс по таким мышкам, которые можно придумать применение, какое хотите, будет у нас 22 октября в 20.00. Думаю, что мышек потом у нас разведется, видимо, невидимо. А это уже платный курс, который Наташа готовила. Начиналось всё с носочков. Начиналось всё с носочков. И прежде чем вернёмся к теме носочков, мне очень хочется обязательно пригласить девушек в день выступления Наташи. У неё будет интересное выступление о ней самой, о её пути и о том, где она находит вдохновение и как она вас призывает валять, доделывать, и что вдохновляет её. Поэтому полезно будет необыкновенно. Поэтому рекомендую присоединиться к прямому эфиру, потому что в прямом эфире вы можете задать Наташе вопросы. Эфир у неё всегда очень интересный и очень искренний, потому что Наташа необыкновенная искренняя девочка. Ну а я, да, вернусь к носочкам. Сначала были носочки, потом Наташа подумала, ну как же с носочками? Иногда хочется и по полу походить, не только сидеть. К носочкам подошли такие тапочки-подследнички. Потом тапочки-подследнички превратились прям в тапочки. Вот, и это всё одно, это всё будет в одном мастер-классе, и мы потом покажем кучу идей, как это может использовать, на быть. Ну, я уж не знаю, сколько Наташа сваляла их. Наташа, когда готовилась к этому мастер-классу, когда она задумала, что она на шерстевале будет выступать с этим мастер-классом, она сделала, по-моему, около 50 носочков, причём разного размера, там были и как невысокие носочки, так и высокие как сапожки, да, вот родились вот эти следочки, то есть, по-моему, Наташа не могла остановиться. Да, ну и вот два мастер-класса, как раз вот про цветочки, которые мы говорили, и про тапочки, тоже будет возможность для тех, кто хочет свалять что-то подобное, приобрести по супер-супер специальным ценам на шерстевале. И снова сап, и снова цветочки, тема нашего сегодняшнего праздника, и это уже мастера Оксана Ткаченко и Наташа Кондрашова. 23 октября в 20.00 эти девушки будут выступать и рассказывать, как сделать вот с такими уникальными поверхностями кувшинки. Как керамические, они такие переливающиеся очень. Да, мы уже, конечно же, посмотрели эти кувшинки, у нас была творческая встреча с девушками перед шерстевалем, всё мы тут, конечно, потрогали, пощупали, и надеемся, что вас тоже вдохновят. Да, очень необычный шаблон, очень простое исполнение, подручный материал. Я думаю, что вот эту идею вы оцените и наваляете вот таких подарков на Новый год или на праздники. Ну а что же такое вы приготовили девушки в своём платном курсе? Да, ну вы уже видели меня в шубке. Вот именно эта шубка в технике «Шёлковый мех» ждёт вас как платный видеокурс. Ну, подробно, тут много-много всяких фишечек авторских, об этом всё мы будем говорить 23-го числа. Вот, и вот эти два курса, вас тоже, те, кто хочет такую одежду уже верхнюю, это уже, так скажем, высший пилотаж, да, жакеты и пальто, пожалуйста, будет возможность приобрести с хорошей-хорошей скидкой. Наташа Кондрашова и Оксана Ткаченко, 23 октября, 20.00. Ну и у нас напоследок Оля Шуляк. И Оля, конечно же, известна всем нам своей любовью к флисам, к фактурам, текстурам, к меху. И как раз Оля на выступлении будет на шерстевале. Она расскажет, как вот сделать такую флисовую корону. Ну, чем не корона? Разве короны бывают только какие-то металлические, может быть? Нет, мне кажется, вот. Да, это, ну, корона, так Оля назвала, на самом деле это повязка, да, не все любят шапки, некоторые предпочитают вот такой головной убор, потом она его решила дополнить такими помпонами. Вот это будет бесплатное выступление 24 октября. Ну, у кого есть флис, готовьте, потому что будет поэкспериментировать и что повторить. Ну и она подготовила видеокурс новый. Даже два? Да, даже два. А вот, это меховое пончо-крылье. У нас есть шелковый мех, а тут будет пончо. Да, это пончо. Мы ждем тут в студии. Оля уже отправила нам его в Москву. Мы сами с предвкушением ожидаем это изделие, чтобы его тут пощупать, потрогать. Невероятно интересно. Видно было и по фотосессиям, и по фотографиям, какое оно пластичное, струящееся, пушистое. То есть вот прям лоскучее его хочется прям примерить. Ну и такая для тех, кто только думает к флису подступиться, более простая модель вот такого палантина. Палантин-трансформер тоже, я думаю, что Оля нам сможет передать его в студию. Мы его покрутим, покажем, как можно носить его. Оно тоже интересно и несложно в изготовлении, но посмотрите, как оно красиво смотрится. Да, то есть обратите внимание, что это может быть и как повязка на голову, как такой головной убор, с такой вот опушечкой, да. И в то же время это может быть палантином. И более того, мне кажется, даже такой опушечкой можно положить на шею, и это будет такой воротничок. Ну и вот эти мастер-классы будут дополнительно у нас представлены на нашем фестивале. Это записи вебинаров. Конечно, виртуально у нас Оля по работе с флисами. У кого флисы есть или кто ждет, давайте заказывать и готовиться к зиме. Итак, с 15 октября по 24 октября 10 вечеров подряд в 20.00 мы приглашаем всех любителей валяния. И если еще только кто-то присматривается к войлоку, принять участие в нашем фестивале. Для этого достаточно только зарегистрироваться на сайте. И сейчас вы с левой стороны в верхнем углу видите название сайта шерстиваль.ру. Мы вас оповестим и о начале, и о программе. И будем вам рассказывать, кто в какой вечер напоминать будет выступать. Участие бесплатное. Рекомендуем посмотреть. Надеюсь, мы вас вдохновим вместе со своими заслуженными преподавателями. которыми мы гордимся. Давай мы спросим. Питер, вы ждете шерстиваль? Вы знаете, мы просто очень-очень-очень ждем. И вот, когда вы рассказывали о разных мастер-классах, у меня глаза горят. И не только глаза и руки чешутся. Поэтому я с удовольствием бы присоединилась. Вот Елена Найденова хочет пожелать вам. И всем удачи. Вы просите, что я пишу ее слово. Да, Леночка, давай мы поприветствуем тебя. Мастер Лена Найденова приедет к нам в студию. Будет выступать у нас из Москвы. Мы тебя очень-очень ждем с перчатками. Заодно мы их тут примерим. Мы их покажем. Леночка, тебе слово. Вот у нас перчатки. Как, Лена, вы и просили, двухсторонние. Покажем, что это такое. Это одна пара, но они такие вот могут быть. Вот Лена, кстати, может сказать, я на день рождения тогда валяла перчатки. Вот о качестве войлока. Кстати, Леночка может на своем. Подтвердить. Подтверждаю. Так что, да, всю зиму она ходила и сказала, что очень тепло. Да, я, правда, с пухом валяла. Перчаточки были очень тонкие, пластичные, приятные. Не знаю. Да, Лена? Они очаровательные. Я вот тут еще вижу у Лены митинги и думаю, как бы мне на них покуситься. Но не знаю. Но, Леночка, обо всем мы расскажем. Будут в этом курсе и митинги, и варежки, и перчатки. Но дождитесь выступления. Иначе, что мы сейчас все расскажем, будет неинтересно вам на шерстке. Пока.